Ребята, привет! Посмотрите, кто к нам сегодня пришел в гости. Знаете, кто это? Ну, конечно, это имбирный человечек. Это такая вкусная печенька. Я предлагаю нам сегодня ее нарисовать. Ребята, для того, чтобы нарисовать имбирного человечка, нам с вами понадобится плотная белая бумага, простой карандаш, ластик, черный маркер, белый маркер, кисточки разной толщины, акварельные краски, палитра, водичка чистая в баночке и, конечно же, фламмастера. Если вы готовы, мы можем начинать. Итак, начнем мы рисовать нашего человечка с головы. Если у вас есть что-то круглое под рукой, вы можете воспользоваться. Например, вот крышечка от баночки у меня такая есть. Можно использовать баночку из-под краски гуаши. Тоже подойдет. Вот у меня такая крышечка. Если ничего нет, то просто нарисуйте кругляшочек. Итак, голова нашего имбирного человечка будет немного выше центра. Находим пальчиком центр и немножко поднимаем сюда, вот где-то тут. Сюда и кладем по центру крышечку. И смело ее обводим. Вот так. Это будет голова имбирного человечка. Дальше мы нарисуем его ручки и ножки. Чтобы это сделать, ручки будут слегка приподняты. И мы с вами нарисуем вот такую вот полукруглую дугу. Это будут его ручки. А ножки будут немножко по-другому. Такая, знаете, большая-большая гора. Вот так. Это будут его ножки. И чтобы наш человечек был немножко потолще, мы превратим его ручки вот в такие вот сосисочки. Да-да. И с другой стороны. Доведем до шейки. И то же самое сделаем с ножками. Ведем от ручки прямо вот сюда ножку. Где-то здесь останавливаемся. И с другой стороны. Примерно такую же ножку. Вот так. Смотрите, мы утолстили ему ручки. И вот эти вспомогательные линии мы можем с вами стереть. Они нам больше не понадобятся. И посмотрите, как здорово и ровно все у нас с вами получилось. Стираем. Они нам уже не нужны, потому что мы будем их потом закрашивать акварельной красочкой. Все хорошенько смахнем. Вот такой вот у нас получился по форме человечек. Ну, вы даже и видите, у меня одна рука больше. Это ничего, потому что их лепят из теста. И это нормально, что у печенюшки будет одна ручка больше, а другая меньше. Ну, можем здесь немножко добавить. Так. Оставляем это все. Готово. Все. Готово. Понимаете, такая липкая штука, которая склеивает имбирные домики. Так вот, пряники украшает тоже имбирной... Имбирный... Да. Ну что, вот теперь прическа готова, сахарная. И мы тоже вот эту линию опять стираем. То есть мы с вами движемся по этапам, постепенно. Никуда не спешим. Да? Далее. Нарисуем красивую рубашечку, прянику. Вот так вот, манжетики ему. Можно вот такие, можно волнистые. Здесь тоже нарисуем вот так вот рубашечку. И по низу вот такие вот украшения. То же самое сделаем волнами или просто прямыми линиями. Нарисуем 2-3 линии. Это будут у нас украшения на его штанишках. Так. Обязательно нарисуем 2-3 пуговки с кругляшками. И в ручку я добавлю ему вот такой красивый, яркий леденец. Очень часто с пряниками в различных кондитерских магазинах мы можем увидеть такие палочки. Они делаются из разноцветной карамели, красно-белой. И добавляем вот такие вот наклонные, слегка выгнутые линии. Вот так вот. Да, и убираем сразу вот тут вот немножко линия, где волосы. То есть палочка у нас теперь как бы впереди. Она закрывает волосы. Так. И вот здесь можно чуть-чуть подтереть, чтобы не было видно его руку левую. Вот так вот. Вот, я опять обвела. Так. Еще раз сотрем. Видите, даже я иногда могу ошибаться. Но для этого есть карандаш и ластик. Вот так. Ну что, с основным броском мы закончили. Я предлагаю немножко украсить фон двумя сердечками. Они тоже будут из теста. Из имбирного теста, которое потом запекли и превратилось оно все в хрустящее, вкусное, ароматное печенье. Вот такие две печенюшки. Ну что, наш набросок готов. Берем кисточку. Окунаем ее в водичку чистую. И смачиваем имбирному человечку личиком. Но так, чтобы вот волосики не задевались. Прям вот все-все лицо смочили. Хорошенько. Озеро, конечно же, мы не делаем, а просто так вот, знаете, намочили, чтобы было влажно. Так. И берем с вами. Палитры мы сегодня, не знаю, будем пользоваться или нет. Она нам сегодня в основном не понадобится. Будем учиться, научить, хочу вас научить, как смешивать красочку на бумаге. Для этого, видите, мы намочили лист. Теперь мы обводим желтеньким, таким не ярко-желтым, а слегка приглушенным, ближе к оранжевому цвету. Желтеньким вот так вот все личиком. Щедро так, хорошенько желтеньким вот добавили. Можно оставить белый просвет. И, видите, быстро-быстро, пока не высохло лицо, я очень быстро сполоснула кисточку и взяла коричневую краску. Так вот ее хорошо покрутила. И прям по контуру пошла вот так вот по контуру. Еще добавим. И, видите, краска начинает очень красиво расползаться. И печенька приобретает уже свой такой красивый коричневатый оттенок. Чуть-чуть добавим вот тут. Здесь вот так вот. Этого вполне достаточно, много не нужно. То есть вот мы тоненькой кисточкой все с вами сделали. Сполоснули, опять намочили ему рубашечку. Белые детали будем пропускать, постараемся их не закрашивать. Но если закраситься, то ничего. Вот так вот до белых деталей все это мы с вами сделаем. Хорошенько прям так намочили. Водичку добавили сюда, на лапку. И немножко на вторую вот здесь. И прям вот тут. Видите, я прям очень-очень быстрыми такими движениями, чтобы вода не успела впитаться в лист. Исполоснула кисточку. И опять набираю желтенькую, ярко-желтую краску. И иду по контуру. Прям по контуру нашей печеньки. И вот здесь все закрашиваю прям вместе с пуговками. Беру еще красочку. И по контуру. Все, пока идем по контуру. Так, капнем немного воды. Видите, и краска сама заполняет те места, где должна быть, где должен быть цвет. Именно там, где мы намочили, туда же краска и распределилась. Добавим еще немножко по контуру. И сейчас берем здесь вот желтенький. На ручку не забудем. Вот так вот. А теперь вторую ручку. Сейчас пока краска еще достаточно влажная. Лист влажный. Мы с вами что делаем? Правильно. Берем коричневую краску. Хорошенько так набрали. И делаем вот такие линии пока только по контуру. Обводим все-все-все по контуру. Красочка будет сама расползаться. Так. И вот здесь уже можно добавлять. Здесь. Посмотрите, как красиво. Сразу становится понятно, что печенька уже в духовке жарится, печется. Она уже вот-вот будет готова. Добавим вот таких вот штрихов. Не обязательно прям вот ровно выводить. Все у нас потом обведется фломастером черным или маркером. И будет очень красиво. Можно даже вот, видите, совсем и не обязательно размазывать, чтобы все-все-все было одним цветом. Так, наоборот, даже красивее. Ну и теперь остались штанишки тоже. Смочили. Вот так вот прям смело движемся. Мелкими движениями я это делаю вот так. Так. И сразу вот здесь внизу тоже. Так. На самом деле палитру мы можем тоже использовать. Но вот сегодня у нас такой очень удачный вариант, когда мы можем научиться смешивать цвета прям вот на печеньке. Поэтому, видите, сейчас мы кладем сначала светлую красочку. Везде-везде. Вот так вот по контуру. Везде все обвели. И хорошенько вот так вот быстро провели и закрасили. И сделаем то же самое. Желтенький опять добавляем. Акварелька это такая интересная краска. Она очень любит толстую бумагу и много воды. Такая вот она. У нее даже в названии есть такое слово аква. Такая вот интересная краска акварельная. Сполоснули. И добавляем теперь коричневого. Вот так вот. Смотрите, как она красиво начала расползаться. У нашей печеньки сразу появляется объем. Чуть-чуть вот тут вот добавить, тут. И пока мы будем сейчас ждать высыхания, красочка прямо на нашем рисунке смешается. Вот так вот смотрите. Я даже, видите, не везде провожу. Вот буквально вот тут немножко и там. Вот тут все. Буквально по контуру мы даже не будем закрашивать все вот эти его ножки. Да, сама красочка высохнет. И все будет замечательно. Теперь смачиваем сердечко верхнее. Очень осторожно. Руку не кладем на рисунок, чтобы не испортить. Стараемся вот так вот на вытянутой руке рисовать сердечко. Ну, на самом деле, вы можете развернуть рисунок. Так вам будет гораздо проще. И опять добавляем, прям видите, такими штрихами. Я все это закрашиваю в самой серединке желтым. Таким загорелым цветом, да. Не солнечным, а таким закатным солнышком уже. И, естественно, мы с вами добавляем коричневую красочку. По контуру наша печенька тоже поджарилась. И вот таким вот образом она стала коричневая, румяная, вкусненькая. Вот так вот. Смотрите, можно, если вы видите, что краски очень много, мы сполоснем с вами кисточку. И вот такими вот движениями, предварительно выжав кисточку, мы собираем лишнюю красочку. И споласкиваем. И еще раз выжимаем кисточку прям пальчиками. И вот такими круглыми движениями мы можем краску убирать. Это такой секретик. Если вы вдруг положили очень много краски или воды. И второе сердечко также закрашиваем. Сначала чистой водичкой. Ну, как чистой? Она у нас уже совсем не чистая, да. Она такая желтоватая. Но это не играет роли сейчас, потому что мы же закрашиваем желтым. Это же у нас не зеленый, не фиолетовый, правда? Поэтому оттенки будут очень близкими. Мы с вами вот так вот это все аккуратненько. Или не аккуратненько, да? Желтый добавили. А теперь берем красочку коричневую. Делаем все то же самое. Опять проводим по контуру. Вот так вот. Видите, я увеличила слегка печеньку. Она получилась неровной. Я решила немножко добавить ей объем. Так что все можно исправить. Если что-то пошло вдруг не так, вы, пожалуйста, не огорчайтесь. Потому что все, все можно поправить. Вы видите, человечек у меня уже почти подсох. Поэтому я могу добавить коричневой краски. Прямо сейчас уже побольше. Здесь. Вот тут вот, где подбородок у него. Вот так вот. Много слишком добавляю. Только по контуру. Прямо вот буквально по контуру. Что значит по контуру? То есть те места, где мы наносили простой карандаш. Да? И не надо больше даже. Вот. Здесь немножко добавим. Затемним под ручкой у него. Вот. И я бы даже, наверное, сделала, знаете, вот... Очень много воды. Видите, взяла. Я бы даже таких, знаете, точечек поставила вот здесь. Вот, знаете, как из теста. Здесь. А тут вот. Немножко. Прямо вот в самом низу. И здесь. Ну, такая красота у нас с вами получается. Сейчас мы дадим нашему рисунку возможность высохнуть. Убираем в сторону кисточку. И возьмем с вами пока фломастеры. Возьмем с вами черный маркер или черный фломастер. И мы нарисуем на фоне такие зимние веточки рябины или калины. Или еще каких-то других зимних ягод, которые используют в декоративных целях. Вот тут веточку нарисуем. И сверху вот такую веточку. И прям вот такими вот простыми линиями в разные стороны буквально 5-6 веточек нарисовали. Взяли красный, самый яркий красный фломастер, который у вас есть. И рисуем вот такие вот круглые ягодки. Руку стараемся на печеньку не класть. Пусть она у нас пока сохнет. Рисуем вот такие осенне-зимние ягодки. Иногда украшают елку или букеты. Да и птички кушают их с удовольствием зимой, когда холодно. Такие вот здесь. Теперь здесь. То есть сделаем наверху. Прям круглешочки. Можно оставлять маленькую точечку беленькую в серединке. Это будет у нас такой блик. Здесь круглешочек рядышком. Закрасили тут. Здесь прям побольше ягод можно сделать. Вот так вот здесь помельче. Такие вот чудесные яркие ягоды. Красный цвет, он очень нарядный. Давайте мы сразу красным цветом с вами. Видите, вот здесь остались полоски. Мы их можем спокойно с вами раскрасить. Но старайтесь в краску не заходить. Чтобы фломастер тоже у нас с вами не поплыл. Но так как мы тут не закрасили, то можем. Если вы закрасили, у вас там краска, то вы, пожалуйста, подождите. Дайте полностью высохнуть имбирному человечку. И только потом раскрашивайте это все фломастером. Вот такие вот манжетики ему красивые сделаем. Которые, между прочим, тоже делаются из сахарной глазури. Просто кондитеры, повара или мамы добавляют в эту белую сахарную глазурь немножко пищевого красителя. Поэтому рисунки можно делать, например, на тортах или на печеньках не только белыми. Можно делать их вот такими красными, зелеными, голубыми. Наверняка кто-то из вас получал на день рождения праздничный торт, который, например, был голубого цвета. Да, это вот пищевые красители. Так, красненьким цветом предлагаю тоже сразу с вами вот очень аккуратно раскрасить карамельную палочку. Которые очень часто узнаваемо, да, именно зимой почему-то они становятся очень известными, популярными. Ими даже украшают елку. Какая же красивая, яркая у нас получается печенька. Я словно есть уже захотела. Нужно обязательно испечь с мамой, с папой, да, или со своими детками, с братиками, с сестричками. Такие зимние печенья настроения сразу поднимаются. Так, возьмем теперь зеленый фломастер и нарисуем, пока тоже человечек досыхает, мы нарисуем с вами зелененькие веточки. Вот одну веточку мы нарисуем вот здесь вот. Полукруг такой провели, да, и вот такие вот иголочки хвойные нарисовали. С этой стороны. И можно немного вот здесь, с этой стороны. Вот такую веточку тоже нарисуем. Заполним фон. Мама испекла печеньку и положила ее на очень красивую зимнюю скатерть. Вот так вот. Здорово. Этим же зеленым цветом добавим теперь еще зелененькую глазурь. Сюда на штанишки. Можно взять, вот у меня есть широкая часть маркера. Очень удобно ей рисовать вот такие широкие линии. Вот так. Ну, что ж. Теперь берем черный маркер и начнем обводить нашего имбирного человечка. Уберем из-под руки все, что ничего не мешало, все лишнее уберем. Обведем его в причесочку. Вот у меня что-то, кстати, попало тут. Но ничего, мы это сейчас очень аккуратненько замаскируем точечками. Так. Обведем. Волосы, причесочку. И вот такими точечками здесь. Пусть это будет у нас такая сахарная глазурь поблескивать. Прям вот сверху чуть-чуть. На лоб уже не нужно точечек, а только здесь. Давайте прорисуем глазки. Обведем их. Оставим две маленькие точечки. Носик. Улыбка. Обведем две щечки. И чуть позже мы их закрасим розовым цветом. Буквально пройдемся по контуру. Наш рисунок сразу становится более выразительным и ярким. Так. Вот здесь прям выделим его манжетики. Не забудем про пуговки обязательно. Вот таким вот образом. И с этой стороны обведем вкусную карамельку. Видите, у меня тоже линия ушла немного, но это даже ничего. Так. Добавим обязательно. Здесь линия. Ну, в общем, обведем со всех сторон, правда? Так. Выделим опять манжетик и двигаемся вниз к ножкам. Вот здесь вот пройдемся по вот этой вот, внизу его рубашечки. Так. Вы знаете, почему имбирный человечек и имбирный пряничек такой коричневый? А все потому, что в него добавляют много разных специй. Корицу, например, да? Она имеет тоже такой насыщенный коричневый цвет. Добавляют имбирь. Апельсиновую корку на мелкой терочке натирают. Лимонную цедру тоже натирают на терочке. Иногда добавляют апельсиновый сок. Именно поэтому имбирный человечек становится такого насыщенного коричневого цвета. Так. Теперь давайте обведем печеньку одну наверху. Очень аккуратненько. И внутри этой хрустящей, ароматной печеньки я предлагаю нанести узор. Для этого нарисую еще одно сердечко внизу. И вот разлиную вот такой клеточкой. Форм для имбирных печеньев бывает много. Это и человечки, это и звездочки, кружочки, домики. Ну, в общем, все, что связано с Новым годом. Шишечки могут быть. Так, а здесь я украшу печеньку вот такими круглешочками. Вот так вот тоже добавлю таких вот маленьких точечек. Нашему человечку я бы закрасила еще розовым щечки. Поэтому беру розовый фломастер и добавляю немного цвета. Так, у нас же сейчас с вами есть белый маркер, да? У кого есть белый маркер, мы можем добавить блики в глазки. Добавить немножко, прям провести пару полосочек вот таких вот в печенюшках. Вы не поверите, но именно такие слегка белые полосочки добавляют рисунку какой-то такой, знаете, живости, объема. Буквально вот по контуру. Видите, тут мокро. Здесь мы не будем еще прорисовывать. Вот, можем ягодки вот так вот, прям вот такими маленькими кусочками. Но это совсем не обязательно на самом деле, потому что я могу сказать, что наша имбирная печенька, этот замечательный, милый имбирный человечек готов. Я очень надеюсь, что вы с мамами и папами попробуете дома сами испечь такого замечательного, вкусного и ароматного человечка. Ну что, а мы с вами увидимся в следующий раз. Пока-пока, приятного аппетита!